Роберт Шекли. Тепло. Андерс, не раздевшись, лежал на постели, скинув лишь туфли и освободившись от черного тугого галстука. Он размышлял, немного волнуясь при мысли о предстоящем вечере. Через 20 минут ему предстояло разбудить Джуди в ее квартирке. Вроде бы ничего особенного, но все оказалось не так просто. Он только что открыл для себя, что влюблен в нее. Ну что ж, он скажет ей об этом, сегодняшний вечер запомнится им обоим. Он, конечно, сделает ей предложение, будут поцелуи, и на лбу его, фигурально выражаясь, будет оттиснута печать их брачного соглашения. Он скептически усмехнулся. Поистине, от любви лучше держаться в стороне, спокойнее будет. Отчего она вдруг вспыхнула, его любовь? От взгляда, прикосновения, мысли, как бы там ни было для ее пробуждения, достаточно и пустяка. Он широко зевнул и с наслаждением потянулся. «Помоги мне!» – раздался чей-то голос. От неожиданности зевок прервался в самый сладостный его момент. Мышцы непроизвольно напряглись. Андерс сел, настороженно вслушиваясь в тишину спальни, затем усмехнулся и улегся снова. «Ты должен помочь мне!» – настойчиво повторил голос. Андерс снова сел и, опустив ноги на пол, стал обуваться с подчеркнутым вниманием, завязывая шнурки на одной из своих элегантных туфель. «Ты слышишь меня?» – спросил голос. «Ты ведь слышишь, не правда ли?» Разумеется, он слышал. «Да», – отозвался Андерс, все еще в хорошем расположении духа. «Только не говори мне, что ты моя нечистая совесть, укоряющая меня за ту давнюю вредную привычку детства, над которой я никогда не задумывался. Полагаю, ты хочешь, чтобы я ушел в монастырь». «Не понимаю, о чем ты», – произнес голос. «Ничая, не совесть, я – это я. Ты поможешь мне?» Андерс верил в голоса, как все. То есть вообще не верил в них, пока не услышал. Он быстро перебрал в уме все вероятные причины подобного явления. Когда людям слышатся голоса, я остановился на шизофрении. Пожалуй, с такой точки зрения согласились бы его коллеги. Но Андерс, как ни странно, полностью доверял своему психическому здоровью. В таком случае… «Кто ты?» – спросил он. «Я не знаю», – ответил голос. Андерс вдруг осознал, что голос звучит в его собственной голове. Очень подозрительно. «Итак, тебе неизвестно, кто ты», – заявил Андерс. «Прекрасно. Тогда где ты?» «Тоже не знаю». Голос немного помедлил. «Послушай, я понимаю, какой чепухой должны казаться мои слова. Я нахожусь в каком-то очень странном месте. Поверь мне, словно в преддверии ада. Я не знаю, как сюда попал и кто я, но я безумно желаю выбраться. Ты поможешь мне?» Все еще внутренне протестуя против звучащего в голове голоса, Андерс понимал, тем не менее, что следующий его шаг будет решающим. Он был вынужден признать свой рассудок либо здравым, либо нет. Он признал его здравым. «Хорошо», – сказал Андерс, зашнуровывая вторую туфлю. «Допустим, что ты некая личность, которую угораздило попасть в беду, и ты установил со мной что-то вроде телепатической связи. Что еще ты мог бы сообщить мне о себе?» «Боюсь, что ничего», – произнес голос с невыразимой печалью. «Тебе придется самому выяснить. С кем еще, кроме меня, ты можешь вступить в контакт?» «Ни с кем». «Тогда как же ты разговариваешь со мной?» «Не знаю». Андерс подошел к зеркалу, стоящему на комоде и, тихонько посвистывая, завязал черный галстук. Он решил не придавать особого значения всяким внутренним голосам. Теперь, когда Андерс знал, что влюблен, он не мог позволить таким пустякам, как голоса вмешиваться в его жизнь. «Сожалею, но я ума не приложу, каким образом помочь тебе», – сказал Андерс, снимая с куртки ворсинку. «Ты ведь понятия не имеешь, где сейчас находишься. Нет даже приблизительных ориентиров. Как я смогу тебя разыскать?» Он оглядел комнату, проверяя, не забыл ли чего. «Я буду знать это, когда почувствую тебя рядом», – заметил голос. «Ты был теплым только что». «Только что». Только что он оглядел комнату, не больше того. Он повторил свое движение, медленно поворачивая голову. И тогда произошло то, чего он никак не ожидал. Комната вдруг приобрела странные очертания. Гармония цветовых тонов, любовно составленная им из нежных пастельных оттенков, превратилась в мишанину красок. Четкие пропорции комнаты внезапно нарушились. Контуры стен, пола и потолка заколыхались и разъехались изломанными разорванными линиями. Затем все вернулось в нормальное состояние. «Уже горячее», – произнес голос. Озадаченный Андерс невольно потянулся рукой, чтобы почесать в затылке, но, побоявшись испортить прическу, превозмог свое импульсивное желание. Его не удивило то, что сейчас произошло. Каждый человек хоть раз в жизни сталкивается с чем-то необычным, после чего его начинают одолевать сомнения насчет нормальности своей психики и собственного существования на этом свете. На короткое мгновение перед его глазами рассыпается слаженный порядок во Вселенной и разрушается основа веры. Но мгновение проходит. Андерс помнил, как он еще мальчиком проснулся однажды в своей спальне посреди ночи. Как странно все выглядело. Стулья, стол, все предметы, что находились в комнате, утратили привычные пропорции. Во мраке спальни они выросли до невероятных размеров, а потолок, словно в страшном сне, опускался на него, грозя раздавить. То мгновение тоже прошло. Ну что ж, дружище, сказал Андерс, если я снова потеплею, дай мне знать об этом. Дам, прошептал голос в его голове. Я уверен, что ты отыщешь меня. Рад твоей уверенности, весело откликнулся Андерс. Он выключил свет и вышел из комнаты. Улыбающаяся Джуди встретила его в дверях. После отдыха она показалась ему еще более привлекательной, чем прежде. Глядя на нее, Андерс ощущал, что и она понимает важность момента. Душа ли ее отозвалась на перемену в нем, или она просто ясновидящая, а может, любовь делает его похожим на идиота. Рюмочку аперитива, предложила она. Он кивнул, и Джуди повела его через комнату к небольшому дивану ядовитой, желто-зеленой расцветке. Сев Андерс решил, что признается ей в своих чувствах, как только она вернется с аперитивом. Чему откладывать неизбежный момент? «Влюбленный Лемминг», — сказал он себе с иронией. «Ты снова теплеешь», — подметил голос. Он уже почти забыл о своем невидимом друге. Или злом ангеле, смотря как повернется дело. Интересно, что сказала бы Джуди, если бы узнала, что ему слышатся голоса. Подобные пустяки, напомнил он себе, часто охлаждают самые пылкие чувства. «Пожалуйста», — сказала она, протягивая ему напиток. Все еще улыбаясь, он отметил, что в ее арсенале появилась улыбка номер два, предназначенная потенциальному поклоннику, возбуждающая и участливая. В ходе развития их взаимоотношений номеру два предшествовала улыбка номер один, улыбка красивой девушки, улыбка «не пойми меня неправильно», которую полагалось носить при любых жизненных обстоятельствах, пока поклонник, наконец, не выдавит из себя нужные слова. «Верно», — одобрил голос. «Весь вопрос в том, как ты смотришь на вещи». «Смотришь на что?» Андерс взглянул на Джуди, раздражаясь от собственных мыслей. «Если он собирается играть роль возлюбленного, пусть себе играет». Даже сквозь любовный туман, делающий людей слепыми, он мог по достоинству оценить ее серо-голубые глаза, гладкую кожу, если не замечать крохотное пятнышко на левом виске, губы, чуть тронутые помадой. «Как прошли сегодня занятия?» — поинтересовалась она. «Ну, конечно», — подумалось Андерсу. «Она непременно должна была спросить об этом. Любовь — всегда политика выжидания». «Нормально», — ответил он. Обучал психологии юных мартышек. «Перестань». «Теплее», — отметил голос. «Да что со мной», — удивился Андерс. «Она действительно прелестная девушка». «Гештальт Джуди, матрица мыслей, выражений, движений, совокупности составляющих девушку, которую я...» «Я что?» «Люблю». Андерс беспокойно шевельнулся на диванчике. Он не совсем понимал, отчего в нем возникли подобные мысли. Они раздражали его. Склонному к аналитическим суждениям молодому преподавателю лучше остаться в классной комнате. Неужели наука не может обождать часов до девяти-десяти утра? «Я думала о тебе сегодня», — тихо сказала Джуди, и Андерс сразу отметил, что она почувствовала перемену в его настроении. «Ты видишь?» — спросил его голос. «Тебе сейчас гораздо лучше». «Ничего я не вижу», — подумала Андерс. Но голос в сущности был прав. Строгим инспекторским оком он проникал в разум Джуди, и перед ним, как на ладони, лежали ее движения души, такие же бессмысленные, какой была его комната в проблеске неискаженной мысли. «Я действительно думала о тебе», — повторила девушка. «А теперь смотри», — произнес голос. Андерс наблюдал за сменяющимся выражением на лице Джуди и вдруг почувствовал, что впадает в какое-то странное состояние. Он вновь обрел способность обостренно воспринимать явления внешнего мира, как и в момент того ночного кошмара в своей комнате. На этот раз он ощущал себя зрителем, наблюдающим со стороны за работой некоего механизма в лабораторных условиях. Объектом назначения производимой работы был поиск в памяти и фиксация определенного состояния духа. В механизме шел поисковый процесс, вовлекающий в себя вереницу понятийных представлений с целью достижения желаемого результата. «О, неужели?» — спросил он, изумляясь открывшейся перед ним картине. «Да, я все спрашивал о себе. Что ты делал в полдень?» — прореагировал сидящий на диване напротив него механизм, слегка расширяя в объеме красиво очерченную грудь. «Хорошо», — одобрил голос его новое мироощущение. «Мечтал о тебе, конечно», — ответил он, облаченному в кожу скелету, который просвечивал сквозь обобщенную гештальт Джуди. Обтянутый кожей механизм переместил свои конечности и широко открыл рот, чтобы продемонстрировать удовольствие. В механизме происходил сложный процесс поиска нужной реакции среди комплексов страха, надежд и тревоги, среди обрывков воспоминаний об аналогичных ситуациях и решениях. И вот этот механизм он любит. Андерс слишком глубоко и ясно видел и ненавидел себя за это. Сквозь призму своего нового мироощущения он на все теперь смотрел новыми глазами, и абсурдность окружающей обстановки поразила его. «Правда?» — спросил его суставчатый скелет. «Ты приближаешься ко мне», — прошептал голос. К чему он приближается? К личности. Такого не существует. Нет несогласованного взаимодействия частей в целом, ни глубины, ничего за исключением сплетения внешних реакций, натянутых поперек бессознательных движений внутренних органов. Он приближался к истине. «Разумеется», — угрюмо отозвался он. Механизм заработал, лихорадочно отыскивая нужный ответ. Андерс содрогнулся от ужаса при мысли о совершенно чуждом ему новом видении мира. Его чувство отвращения к педантизму сошло с него, как кожа с линейшей змеи, зато он приобрел такую несвойственную ему черту характера, как неуживчивость. Что появится в нем через минуту? Он проникал зрением в такие глубины, куда, возможно, до сих пор не спускался ни один человек. Осознание необычности происходящего будто опьяняло его, горяча кровь. Но нет ли опасности вернуться в нормальное состояние? «Принести тебе выпить», — осведомился механизм с обратной связью. К тому времени Андерс был бесконечно далек от любви, насколько это возможно для человека. Постоянное созерцание бездушной машины без всякого намека на половые признаки отнюдь не способствует любви. Зато, правда, стимулирует умственную деятельность наблюдателя. Андерс уже не хотел прежнего нормального состояния. Занавес поднимался, и он горел желанием рассмотреть, что происходит там, в глубине сцены. Один русский ученый, Успенский, кажется, однажды сказал «мыслите в иных категориях. Как раз то, чем он занимается сейчас и намерен заниматься всегда». «Прощай», — внезапно проговорил он. С полуоткрытым от неожиданности ртом машина проводила его взглядом до выхода. Понятно, что замедленная реакция, как следствие несовершенства машины, сдерживала ее эмоции. Потому она и молчала, пока хлопнула дверца лифта. «Ты был уже намного теплее там, в доме», — прошелестел голос внутри его головы. «Но ты пока не во всем разобрался». «Так расскажи мне», — предложил Андерс, слегка удивляясь своему самообладанию. А ведь не прошло и часа, как он перешагнул через пропасть, разделяющую его прежнего и настоящего, с полностью изменившимся мироощущением, что, впрочем, представлялось ему совершенно естественным. «Не могу», — произнес голос. «Ты должен сам все выяснить». «Ну что ж, давай разберемся», — начал Андерс. Он окинул взглядом лес уродливых сооружений из кирпича, ручейки улиц, согласно чему-то плану, пробивающей себе дорогу среди архитектурных нагромождений. «Человеческая жизнь», — сказал Андерс, — «состоит из ряда условностей. Когда смотришь на девушку, то следует видеть в ней матрицу, а не скрытую в ней бесформенность». «Верно», — несколько неуверенно согласился с ним голос. В принципе, формы не существует. Человек создает гештальты и вырезает форму из пустоты, которая у нас в изобилии. Это все равно, что смотреть на определенные сочетания линий и говорить, что они представляют собой некую фигуру. Мы глядим на груду вещества, извлеченную из общей массы, и называем это человеком. Но, по правде говоря, человека нет как такового. Есть только набор отчеловеченных свойств, которые мы по своей близорукости привязываем к тому веществу, чей сущностью, неотделимой от него, является его миропонимание. «Ты не уловил суть вопроса?» — раздался голос. «Проклятие!» — не выдержал Андерс. Он был уверен, что его рассуждения двигались в правильном русле и в конечном итоге привели бы его к величайшему открытию и первопричине всего. «Думаю, что у каждого найдется, что рассказать». На определенном отрезке жизни он смотрит на знакомый ему предмет и не узнает его, поскольку в его глазах предмет лишился всякого смысла. На какое-то мгновение гештальт теряет свою плотную, непрозрачную структуру, но короткий миг истинного зрения уже позади. Разум возвращается в рамки матрицы в свое нормальное состояние. «Жизнь продолжается». Голос молчал. Андерс все шел, углубляясь в архитектурные дебри гештальт города. «Я, наверное, не о том?» — спросил Андерс. «Да». «Что бы это могло быть?» — спросил он себя. Новыми просветленными глазами Андерс смотрел на окружающую его систему условностей, которую когда-то называл своим миром. На мгновение в сознании промелькнула мысль. А не вернется ли он в этот мир, если голос вдруг перестанет руководить им? «Да», — поразмыслив решил он, — возвращение стало бы неизбежным. «Но кто он такой, этот голос?» «И что он упустил в своих рассуждениях?» «Давай сходим на какую-нибудь вечеринку, посмотрим, какова она изнутри», — предложил он голосу. «Вечеринка оказалась маскарадом, гости которого прятались за масками. Но Андерс видел их насквозь, каждого в отдельности и всех в целом. Он отчетливо до боли различал все побудительные причины их поступков и мыслей. Взор его с каждой минуты становился все более проницательным. Он заметил, что люди — не совсем индивидуумы. Конечно, каждая из них — своего рода замкнутая система в виде сгустка плоти, использующая в общении с другими системами слова из одного языка, и в то же время их нельзя назвать абсолютно замкнутыми. Сгустки плоти были как бы частью убранства комнаты, практически сливались с ним. Эти сгустки объединяла та мизерная информация, которую им скупо отпускало их ущербное зрение. Они были неотделимы от производимых ими звуков. Несколько жалких обертонов из огромного запаса возможностей звука. Они очень сочетались с холодными, безжизненными стенами, ничуть не отличаясь от них. Живые сценки, словно в калейдоскопе, менялись так быстро, что Андерс не успевал сортировать новые впечатления. Теперь он знал, что эти люди существуют лишь как матрицы, имея под собой ту же основу, что и звуки, которые они издают, и предметы, которые они, как им кажется, видят. Гештальты, сыплющиеся сквозь решето безбрежного и невыносимого в своей реальности мира. «А где Джуди?» – спросил его один из сгустков плоти. «Картинные манеры этого жеманного типа обладали достаточной выразительностью, чтобы убедить другие сгустки в реальности их обладателя. На нем был кричащий галстук, как лишнее свидетельство его принадлежности к реальности. «Она больна», – обронил Андерс. Плоть затрепетала, проникшись мгновенным сочувствием. Выражение напускного веселья сменилось выражением напускной скорби. «Надеюсь, ничего серьезного», – заметила разговорчивая плоть. «Ты становишься теплее», – сказал голос Андерсу. Андерс посмотрел настоящее перед ним существо. «Я недолго осталось жить», – сообщил он. Плоть заколыхалась. Желудок и кишечник сократились в пароксизме сострадания и опасения за жизнь Джуди. Плоть выпучила глаза, губы ее задрожали. Кричащий галстук не изменился. «О, Боже, не может быть!» «Кто ты?» – спокойно спросил Андерс. «Что ты имеешь в виду?» – призвала к ответу негодующая плоть, привязанная к своему галстуку. Оставаясь безмятежной в своей сущности, она в изумлении уставилась на Андерса. Ее рот подергивался, неопровержимое доказательство того, что она вполне реальна и соответствует всем необходимым и достаточным условиям существования. «Да ты пьян!» – усмехнулась плоть. Андерс засмеялся и вышел на улицу. «Есть еще нечто такое, что для тебя остается загадкой», – произнес голос. «Но ты был уже горячим. Я ощущал тебя где-то рядом». «Кто ты?» – снова спросил Андерс. «Я не знаю», – признался голос. «Я личность. Я есть я. И я в ловушке». «Как и все мы», – заметил Андерс. Он шагал по заасфальтированной улице со всех сторон, окруженной грудами сплавленного бетона, силиката, алюминия и железа. Бесформенные, лишенные всякого смысла груды, которые представляли собой гештальт-город. Были еще и воображаемые демаркационные линии, отделяющие город от города и искусственные границы воды и суши. До чего все нелепо. «Мистер, подайте монетку на чашку кофе», – попросило его какое-то жалкое существо, ничем не отличавшееся от других, не менее жалких существ. «Иллюзорные сущности. Иллюзорную монетку. Святой отец Беркли подаст тебе ее», – весело отозвался Андерс. «Мне это действительно плохо», – слезливо пожаловался голос, который, как Андерс вдруг осознал, был просто последовательностью модулированных вибраций. «Правильно. Продолжай», – скомандовал голос. «Прошу вас, уделите хоть несколько центов», – прозвучали вибрации, претендующие на значительность. «Что же, интересно, скрывается за этими лишенными смысла матрицами? Плоть, масса. А что это такое? Все состоит из атомов». «Я действительно голоден», – пробормотали атомы, организованные в сложную структуру. «Все состоит из атомов, сочлененных между собой да так, что и свободного места между ними не остается. Плоть есть камень, камень есть свет». Андерс взглянул на кучу атомов, которая претендовала на цельность, значительность и разум. «Не могли бы вы помочь мне?» – спросило нагромождение атомов. Это нагромождение, однако, идентично другим атомам. Всем атомам. Стоит лишь проигнорировать запечатленные матрицы, и скопление атомов начинает казаться беспорядочной мешаниной. «Я не верю в тебя», – проговорил Андерс. Груда атомов удалилась. «Да!» – скричал голос. «Да!» «Я ни во что не верю», – сказал Андерс. «В конце концов, что такое атом?» «Дальше!» – кричал голос. «Уже горячо! Дальше!» «Что такое атом?» «Пустое пространство, окруженное пустым пространством». «Абсурд!» «Тогда все! Обман!» – воскликнул Андерс. И вдруг он остался один. Лишь звезды одиноко мерцали в вышине. «Именно!» – пронзительно закричал голос в его голове. «Ничто!» – кроме звезд, – подумал Андерс. «Как можно верить?» Звезды исчезли. Андерс очутился в вакууме, в каком-то сером небытии. Вокруг него была только пустота, заполненная бесформенным серым Марьевом. «Где же голос?» «Пропал». Андерс чувствовал, что и Марьева это всего лишь иллюзия. Затем исчезло все. Абсолютная пустота, и он в ней. «Где он?» «Что это значит?» Разум Андерса пытался осмыслить происшедшее. «Невозможно. Этого не может быть». Снова и снова разум Андерса, как счетная машина, анализировал последние события и подводил итог, но каждый раз отказывался от него. Сопротивляясь перегрузке разум в отчаянии, стирал из памяти образы, уничтожал когда-то приобретенные знания, стирал самого себя. «Где я?» «В пустоте. Один. В ловушке. То я. Голос. Есть тут кто-нибудь?» — крикнул голос Андерса, вызывая к пустоте. Тишина. Но он не чувствовал здесь чьё-то присутствия. Ему было безразлично, куда идти, однако, двигаясь в одном определённом направлении, он смог бы установить контакт с тем существом. Голос Андерса устремился к нему, отчаянно надеясь, что оно, возможно, спасёт его. «Спаси меня», — сказал Андерсу голос. Тот лежал на постели, не раздевшись, скинув лишь туфли и освободившись от чёрного, тугого галстука. Спасибо за прослушивание этого ролика. Если вам он понравился, то я предлагаю вам подписаться и поставить лайк, так это видео увидит ещё больше людей. А также вы можете стать спонсором или поддержать этот канал по реквизитам в описании этого видео и заказать мой голос на сайте balsch.ru. Спасибо.